В Госдуме оценили призыв отказаться от российского ТВ в Белоруссии. Зампред комитета Госдумы по делам национальности Шамсайл Саралиев в ответ на призыв убрать из Белоруссии российские телеканалы заявил, что между странами не должны возникать негативные ситуации, влияющие на сплоченность братских народов. У нас с Белоруссией отличные отношения. Эти отношения надо улучшать и всеми возможными и невозможными силами. Не допускать никаких сценариев, чтобы разделить братские народы, цитирует его РИА Новости. Третий раунд, лидеры РФ и Белоруссии проведут еще одну встречу Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на переговорах в Кремле разногласия в отношениях двух стран ранее оппозиционная партия Белорусский народный фронт, БМФ, объявила год белорусского языка и призвала ограничить трансляцию российских телеканалов. Авторы инициативы считают, что СМИ разжигают межнациональную вражду и являются средствами ведения информационной войны. 11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух лет республику будут очень сильно пробовать на зуб. По его словам, белорусам предстоит доказать, что они достойны независимости. 10 января белорусский лидер назвал глупыми и притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией. Он уточнил, что две страны подписали соглашение о создании союзного государства и развивали свои отношения, строго придерживаясь этого документа. Также Лукашенко отметил, что в отношениях двух государств почти все проблемы в более или менее приемлемом варианте решены. Остаются лишь небольшие вопросы по поводу поставок пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции на российский рынок. Однако они не носят критического характера, заключил белорусский лидер. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белоруссия надежный союзник России и курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Также она напомнила, что этот курс закреплен в концепции внешней политики России.